В начале Нового года по уже сложившейся традиции в поселениях Славянского района проводятся открытые сессии советов с отчётом глав поселений перед депутатами и жителями о работе за прошлый год. Первая отчётная сессия состоялась в Целинном сельском поселении, где побывала наша съёмочная группа. В работе открытой сессии приняли участие глава Славянского района Роман Сенеговский, председатель совета района Григорий Литовко, депутаты совета Целинного сельского поселения и его жители. Из доклада главы поселения Ирины Пижановой все собравшиеся узнали, что в 2023 году поселением был сформирован бюджет, в него поступило более 30 миллионов 560 тысяч рублей, что позволило развивать социальную сферу и благоустраивать поселение. Активно участвуют здесь в краевых программах, что позволяет решать имеющиеся проблемы и идти дальше. В рамках программы «Инициативное бюджетирование» за счёт краевых средств на сумму 1 миллион 680 тысяч рублей было выполнено благоустройство общественной территории улицы Зелёной, 13-я, это территория памятника в Сеснегове. За счёт собственных средств выполнено обновление горизонтальной дорожной разминки, пешеходных переходов на сумму 386 тысяч, установка дорожных знаков на сумму 82 тысячи. Выполнена установка иммун-светофоров Т-7 по улице Широпе возле территории садика на сумму 101 тысячи рублей. За 12 месяцев 2023 года на коммунальное хозяйство благоустройство поселения взросло на 2 миллиона 721 тысячи рублей. Это содержание уличного освещения 167 тысяч рублей. Выполнение мероприятия благоустройства 872 тысячи, коммунальное хозяйство 1 миллион 680 тысяч рублей. В течение 2023 года на территории поселения проводились работы по благоустройству территории. Была произведена замена водонапорной башни, приобретены на неё и станцию водоочистки, насосы и комплектующие. Выполнен капитальный ремонт крыш ряда домов, сделан текущий ремонт в 33-м детском саду и актовом зале детской школы искусств, а также капитальный ремонт здания отмостка, цоколь, крыльцо. В 23-й школе поселка была заложена аллея учительской славы. Успешно решать разнообразные социально-экономические вопросы Ирине Пижановой помогает её богатый опыт работы в этой должности. Глава Славянского района Роман Сенеговский отметил активность главы сельского поселения и жителей в плане участия в краевой программе инициативного бюджетирования. Именно благодаря действенной помощи многих работающих программ муниципалитету удается постоянно улучшать благоустройство. Благодаря программам и благодаря участию во всех этих мероприятиях мы на ремонте серьёзные деньги привлекаем и по образованию, и по здравоохранению главный праздник присутствует. Спасибо ей, что тоже участвуют в краевых программах и спорт, и культура, и жилищно-коммунальное хозяйство. Роман Сенеговский доложил об основных итогах социально-экономического развития Славянского района за прошедший год. Во всех поселениях выполнены плановые показатели по формированию бюджетов. Собранные средства направлены на благоустройство и развитие социальной сферы посёлков, станиц и хуторов. В бюджете всех уровней собрали 10 миллиардов 300 миллионов налоговых и неналоговых платежей. Из них в консолидированный бюджет края зачислено 8 миллиардов 200 миллионов рублей. Славянский район, как я вам рассказал, принял участие в 11 государственных программах и национальных проектах. Это образование, жильё и городская среда, экономия. Из краевого федерального бюджета на эти все вещи нам удалось привлечь 1 миллиард 279 миллионов рублей. Что мы сделали? В станице Петровской построил современный спортивный комплекс, готовим его к конкретилам. Такие спортивные комплексы мы построили в станице Анастасиевской, в городе Славске на Кубани. Каждый год наш район участвует в федеральной программе формирования комфортной городской среды. В прошлом году мы построили два парка, куда империков в посёлке Солхозном. Мне, если честно, тоже очень приятно, что помимо города у нас есть возможность и в наших сельских поселениях что-то делать. Председатель Совета Славянского района Григорий Литовко подчеркнул важность совместной работы депутатского корпуса жителей поселения и его администрации, что помогает делу. Вы сегодня присутствуете на историческом этапе, потому что у вас срок заканчивается депутатский, 24-й год. Я желаю, чтобы издались достойные депутаты, как везде вчера говорил, когда мы будем работать вместе, понимать проблемы и решать им, а не жить вчерашним днём, позавчерашним днём, тогда у нас всё будет хорошо. Прозвучали вопросы с мест, прежде всего о качестве медицинского обслуживания. Были даны подробные ответы. По итогам отчёта, работа главы и администрации экселинного сельского поселения депутатами и жителями признана удовлетворительной. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События». Уважаемые.